Дорогие друзья, всем привет! Я Таня из Южной Каролины. Сегодня я приехала на эту чудесную местность в городочке Эндерсон. Вы посмотрите, только какой здесь прекрасный кастом дом достраивается. Хочу вас предупредить, что он не дешевый. Конечно же, 600 тысяч долларов. Имеет 4 спальни, 3 целых ванны и также 3000 скверфит. Построен сейчас, стоит на большом участке земли, а это полакра. Как вам вот эти цвета? Мне очень нравится. Сейчас здесь кто-то еще доделает некоторые детали на этом доме. Но я снимаю этот чудесный дом и для моих клиентов, которые смотрят по видео, а также для вас, дорогие зрители. Вдруг вы все-таки полюбите Южную Каролину и наконец-то, как говорится, созреете и переедете в этот чудесный штат, который процветает, хорош для жизни. Новый дом, высокие потолки, хорошие материалы. И, конечно же, нет HOA. Посмотрите, пожалуйста, на этот гараж. Мне очень нравится, что он, во-первых, темный, во-вторых, что имеет такие окна. А это значит, что в гараже всегда будет свет и днем, и ночью. Здесь не пожалели и положили очень много прекрасного камня. Темные окна, темные трубы, которые, ну, стекает водичка. А также, смотрите, сколько поставили, установили света вокруг этого дома. И там, и под фейшел. Очень круто. Давайте посмотрим, что же у нас именно происходит между домами. Какой красивый фейшел, да? Ну, я, конечно же, не уверена, что этот дом стоит 600 тысяч долларов, потому что все-таки небольшой участок. Все-таки посмотрим, как же райончик здесь сейчас проедемся. Забор, я вижу, застройщик также предоставляет вместе с этим домом. Посадил красивые деревья. Что у нас здесь? С грейдингом все хорошо. Юнит стоит прекрасный. Крыша хорошая. Ну, меня очень удивляет этот фейшел. И, конечно же, да, цвета. Здесь, не знаю, посмотрите, без разных балок стоит. Без разных, скажем так, балка есть, но нету колонн, которые бы держали ее. Мне не очень нравится, как там прибили. Но, опять же, эти недостатки я обговорю вместе со своим клиентом. Если вдруг они выберут этот прекрасный домик, и мы будем иметь встречу с застройщиком, мы покажем ему все недостатки. Так, недостатки пока, как вы видите сами, только не присутствуют, только есть достатки. Так, что же у нас с этим интересным? Никогда не видела, кстати, чтобы ставили вот этот материал на стену. Обычно его делают на дек. Так, а здесь умудрились, как говорится, не знаю, Мичиган стайл, что ли. Ну, очень красиво. Красиво, мои любимые цветочки. Дорогие друзья, вы видите, какие здесь двери прозрачные. Ну, и, конечно же, я сегодня работаю в спортивной форме, так как у меня люди не со мной, я просто им показываю по видео. В тот же самый момент снимаю для вас, дорогие мои клиенты. Свет сказали мне еще пока не включать. Здесь, конечно, потолки высокие и очень интересные люстры. Ммм, прикольная люстра. Что хочу сказать, что пахнет здесь, не знаю, краской или лаком. Что-то интересное пока, потому что еще идет работа, еще строится и достраивается. Так, не лаком? Не лаком? Нет, нет. О, работа. О, работа. Хорошо, хорошо. Вау, какой здесь красивый камин. Ничего себе, вот это очень круто. Конечно же, рабочий. Он что делает? А это он разогревает себе еду. Там микроволновки. Ну, ладно, разрешим ему еще сегодня сделать это. Двери классные, ручки классные. Посмотрите, мне очень нравится. Так, здесь у нас шкаф, как говорится, при входе нет. Но, чтобы вы поняли, здесь можно повесить полочку и тоже что-то положить или поставить. Так, двери у нас классные. Во-первых, они темные. Плинтуса также. Как вам такая комбинация? Кому нравится? Я видела кофейные, но мне кажется, что черных я еще не видела. Хотя, вы знаете, я нахожусь недалеко от озера. И этот дом напоминает, конечно, мне же стиль такой, как возле озер делают. Так, пока человека нету, я сниму вам чуть-чуть кухню. А она, как вы видите, в евро стиле. В евро стиле здесь очень интересное расположение этого домика. Так, пойдем мы в эту сторону. Кстати, стены тоже интересная такая штукатурочка. Здесь у нас ветрячок. Окно большое, большого размера. Я еще такого окна не видела, кстати. Как вам чистое окно без решеток? Пока ковролина нету. Смотрите, какая ширина именно этой доски. Белые стены, опять же, полки должны они установить. Я считаю, за эту цену в этом доме должны стоять полочки. Двери, конечно, шикарные, высокие. Это классно. Это очень хорошо. Также мы идем вот на эту сторону. И здесь мы видим калидор. И еще комната. Ничего себе. Так, там была спальня, потому что там был, как вы знаете, шкафчик. Здесь вот окна. Внутри они белые, снаружи темный цвет. Так, в комнате у нас присутствует свет на ветряке, а также кенлайтс. Очень высокие потолки. И почему-то они сделали именно, чтобы был холод, тепло, посерединке. Я не знаю, или это нормально, или красиво, или не сильно. Но можно было и подвинуть. Так, две двери. Одну, как вы знаете, на выход. Плинтуса очень высокие. Какая же это интересная краска. Ничего себе. Двери тяжелые. А это значит, что двери не дешевые. Так, здесь у нас вот такой узенький клазет, но он длинный. Он длинный. Он на всю стенку. Вот так, на всю стенку клазет. Так, ручки хорошие, но включатели тоже неплохие. Помните, я говорила, что это вроде дороже. Так, что у нас? Свет есть. Выход на второй этаж. Посмотрите, пожалуйста, на этот крутейший сам узел. Ничего себе. Это что такое, ребята? Вы посмотрите, как это включает. Это я лечу на Марс. Почти, почти как я и думала, на Марс. Представляете, как круто. Это какой-то салон красоты, что ли. Релаксэйшн, массаж. Я попала в салон красоты. Наконец-то. Еще не хватает только гор. Посмотрите, пожалуйста, на эти кабинеты. Ой. Их еще нужно поставить, потому что они, видите, не установлены хорошо. А так цвет классный. Это у нас камень. Кортс. Смотрите, бэксплэш. Это круто. Это круто, кстати. Вот бэксплэш. Именно в кухне я делаю из кворца. А в туалетах, в санузлах, еще не додумалась. Хотя думала, на следующем проекте уже сделать плиточку здесь красивую. Вау. Правда, крутая махина. Высокие кабинеты. Прекрасная плитка. И цвет, и узор. О, неплохой такой унитаз стоит. Здесь окно, которое открывается. Проветриться можно. Посмотрите, пожалуйста, на зеркало, которое смарт. Включаешь там какие-то кнопочки. Вот этот цвет еще сверху интересен. И, конечно же, душ. Посмотрите на этот классный душ. О, вау. Сделали для мыла, для порошка. Для порошка. Для шампуня я имела в виду. И здесь также вот такая система красивая. Правда? Неплохо. Совсем неплохо. Именно стекло крутое. Только что-то оно здесь, как бы, знаете, вот так проходит. Ну, это все обговаривается и все решается. Полочки. Молодцы. Здесь будет очень красиво стоять любая декорация. Ручки крутые. Так, дорогие друзья, посмотрите, как вам все. Правда, классно? Давайте посмотрим. О, вот так свет включился. Хорошо, дом большой. И я, конечно, не буду задерживаться в этом санузле, потому что здесь есть еще много чего показать. Заходим еще в следующую спальню. Здесь темновато, но когда я включаю свет, здесь становится светло. Так, одно большое окно на эту комнату. Опять же, тот же самый материал. Окон, дверей и всего остальное. И здесь весь дом на крыте. Вот это круто. Дорогие друзья, это дом без ячей. Паркуй лодку, паркуй все, что хочешь. Только что у соседей я видела такую крутейшую ракету. Друзья, ракета, это значит лодочка. Я не знаю, может быть, я вам ее покажу. А может быть и нет. Но здесь у них лодка стоит половину этого дома. Это 100%. Посмотрите на этот камин. На электричестве. Сегодня я его включать не буду. Но он смотрится шикарно. Опять же, окно. Слайдинг-дор. Посмотрите, пожалуйста, на эту дверь. И еще окно рядышком. Правда, красиво? Участок я, конечно же, вам покажу в конце. А здесь... А сейчас пришло время приступить и показать вам кухню. Входная дверь. Кухня. Обратите внимание, как оно тут открывается. О, да, открывается. Просто я не умею. Надо где-то, наверное, нажать или ручки, скорее всего, подцепить. Вы видите, как здесь красиво. Цвет приятный. И этот материал также крутой. I like it. Мне нравится это water. Такой fall, как говорится. Дизайн. Здесь у нас также есть выход на задний дворик. И это место у нас для чудесного стола. Посмотрите, как включается свет здесь. Вау! Вот здесь интересный свет. Что-то с этими лампочками не так, потому что они отличаются. Вот эти две отличаются от этих двух. Смотрите. Видите разницу? Наверное, электрик себе, как говорится, пофантазировал. Электрики, как вам фантазия? Нельзя больше где-то в другом месте сделать. Нужно. Что? Сейчас поменяли. Сейчас эти горят по-другому. А это уже свет. Свет горит. Посмотрите, поставили еще-таки две электрики. Лампы по бокам. Ой, здесь только не хватает грузинского вина, наверное. Ну, что, все говорят, что она самая лучшая. То я уже тоже так начала, знаете, повторять. Хотя, хотя. Хорошую марочку они поставили. Кто его знает? Может, и калифорнийской лучше. Но это шутка. Кстати, здесь какой-то новый диспенсер для воды. Нету вот этой штуки. Такой, знаете. Я не нажму, потому что сейчас мне нечем вытереть водичку, которая потечет. Но холодильник здесь крутой. Multi Air Float. Он очень длинный. Посмотрите, дорогие друзья, какой чудесный холодильник. Так, а я не включила свет на кухне. Давайте я разберусь, где же здесь все-таки свет. Потому что дом очень красивый. И я хочу показать его к самой-самой, ее, как говорится, красе. О, какие здесь интересные люстры. Здесь очень интересный поработал инженер. Например, смотрите. Опять же, очень красивый островок. Чудесная кухня. А кухня, как вы знаете и видите, посмотрите, конечно, лаковая. Может быть, кому-то лаковый не сильно нравится. Но люди умеют ухаживать за этим всем. Так что это будет служить очень долго. Так, высокие кабинеты. Очень классная раковина. Вообще шикарный такой, как он называется, фас. Это я еще не видела, чтобы была вот эта штука. Ладно, это вытягивается. И ты можешь использовать. Но чтобы это еще было. Это какой-то двухэтажный. Ребята, я не знаю, как его использовать. Это двухэтажный, понимаете? Так, сегодня мне еще нужно много домиков показать. А я здесь застряла. На этой чудесной кухне. Кабинеты до высоты, до конца потолка. Что вы хотите увидеть? Или вытяжка есть? Ой, ребята. Нету ее тут. Может быть, где-то в другом месте есть. Вот здесь что-то должно быть. О, сейчас мода синенькая. Классно. Очень крутой камень. Здесь совсем другой. Но как бы корть, просто другой цвет. Обратите внимание на переход. Вы видите? Так, дорогие мои, что же вы делали бы в этой кухне? Готовили, правильно? Смотрите. Давайте посмотрим на зал. На комнату, где ставим стол. На эти интересные высокие потолки. Они идут в виде вот так. Треугольника. В кухне хватает кабинета. Возле кухни у нас еще есть одна комната. И, как я понимаю, что это также для того, чтобы встречать гостей. Дорогие друзья, здесь электрика еще покруче. Так что давайте мы посмотрим, что здесь электрик нафантазировал. Знаете, напоминают мне такие паучки. Хотя потолочек сам красивый. Вот это так же. Обратите внимание на эту стену. Просто я не знаю, почему они в чемненькие. Вы знаете, вот эти доски мне очень нравятся. Они есть разного, конечно, цвета. И комната хорошего размера. Очень круто. Конечно, электрик здесь пофантазировал хорошо. Кто это любит, этот дом просто подарок. Мне как бы это все чуть-чуть лишнее. Потому что у меня такой стиль не то, что минимализм. Но чуть-чуть другой. Хотя здесь очень красиво. Так, куда же я захожу? Здесь пока еще, я так поняла, я не могу включить электрику. Не знаю, где она включается. Но давайте обратим внимание на плитку. Она классная, номер один. Номер два. Смотрите, это в санузле. Какой санузел? Это стирка и сушка. Поставили очень много кабинетов. Высоких. Смотрите, можно все прятать. Установили. Вот раковину. А, может. А почему только одна резетка? Вот я хочу ее оттуда включить. Почему нет электрики? Сделайте две резетки. Одну с этой стороны, другую с этой. Ну, давайте про это пока забудем. Хочу сказать, что это очень крутая раковина. И даже придумали здесь сок. Вы что, шутите? Это для меня новинки. Ого-го. Ничего себе. Тут даже можно ребенка покупать. Классно. Нет, шикарно. Сушка-стирка. И это, конечно же, гаражная дверь в гараж. Так, что у нас с гаражом? О, а у нас гараж. Я даже не заметила, потому что я... Помните, я начала показывать дом оттуда и не пошла в ту сторону, что гараж на три машины. Здесь так холодно. Ребята, это первый раз я вижу гараж, который оттопляется или охлаждается. Сюда нужно поставить, не знаю, какую-то дорогую машинку. Посмотрите, это третья гаражная дверь. Вот, как здесь чудесно. Как будто я нахожусь в доме. Покрашен гараж. Очень много света. Высота хорошая. Здесь провели кран. Можно подтянуть шланг, помыть все, что нужно. Пульты на гараже. Здесь еще какая-то пряталка. А у меня еще одна пряталка с такими крутыми дверьми. Ну, это же такая чудесная деталь, которая стоит недешево. Здесь еще одна пряталка. Вау! Вау, молодцы! Газа здесь нет, а здесь электрика. Но здесь так холодно, ребята. Хочу в дом. На самом деле, молодец. И также застройщик еще уделил или потратил деньги на то, чтобы подсоединить систему, которая подливает и орошает траву. Так что у вас всегда будет зеленая трава. Дорогие друзья, как вам гараж? Вы знаете, очень большой скверфит. Здесь можно на крайняк и пожить тоже. Так. Ну, удивляет меня этот дом. 600 тысяч, да? Вот сейчас такой построить сама за 600 тысяч. Тебе надурят со всех сторон. И он тебе станет 750, если не больше. Потому что договариваться заодно, получается, как всегда, другое. Дорогие друзья, обратите внимание на эту крутую спальню. Здесь со светом не скажу, что проблемы. Но мне интересно, почему одна свет горит вот так, а другой так. Ну, я же не слепой человек. Вроде мне тоже нравятся разные новинки и все такое. Но это очень за новинка для меня. Правда? За новинка. Так. Одно окно чуть-чуть темновато. Ну, не знаю. Вот в этой комнате чуть-чуть темновато, дорогие друзья. Идем. Она сама большая по размеру. Все сделано шикарно. О, я не могу дождаться переступить. Вот. Именно сам узел. Потому что он смотрится круто. Там душ. Ну, как сказать, на всю семью. Хотя вся семья вместе не может принимать душ. Просто я имела в виду, что на много людей можно поместиться. Нет, это плохое объяснение. Душ большого размера. Двоим людям просто шикарно будет. Повезет людям, которые купят этот дом. Так что, наверное, это будет одна из любимых, как говорится, мест. Посмотрите на душ. Посмотрите на душ, ребята. Душ экстра ларч на два человека. Вау. Нет, серьезно, как вам? Даже два человека отдельно заходят. Ничего себе. Еще забыли перегородку сделать в душе. Там даже свет есть. Так, электрик точно здесь имел хорошее время. Посмотрите, плитка аж наверху. Вы понимаете, плитка наверху. Нет, серьезно, вы понимаете, да, о чем идет речь? Вау, 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 вау. Для двоих людей, для двоих людей это какое красивое дно здесь. Это не душ, это просто махина. Дорогие друзья, как вам? Как вам такие чудесные кабинетики? I like it. This is so cute. I love it. Вот, и опять эти раковины, и ты находишься как будто терапевта, то есть массажиста и бьюти салон. Вот тебе, если хочешь дома иметь бьюти салон, релаксы, это дом для тебя. Кабинеты у нас здесь подняты. Посмотрите, как застройщик вложил экшо-мани. Это очень все дорого. Ребята, это зеркало, которое включается. Вау. Вау, я не знаю, что оно делает, но меняет цвет. Смотрите. Музыку, наверное, еще можно включить, будет играть. Очень чудесные душ или ванная комната. Это круто. А вам как? Ну вот еще для другого человека стоит такое же самое. Смотрите, правда, красиво. Очень симпатично. И, конечно же, отдельное место с таким окном, которое не открывается. Но зато можно смотреть на чудесную природу. Застройщик с этим домом делает еще шикарный забор. А также все деревья стоят далеко от дома. Они присутствуют. Понимаете, у вас дома есть природа. Недалеко озеро. Ну и, конечно же, такой шикарный реалтор, как я. Этот дом находится в чудесном городочке Эндерсон. Друзья, я хочу, чтобы вы чуть-чуть раздвели миф об Эндерсон. В Эндерсон приезжают люди, которые любят озера. Которые хотят иметь хорошую жизнь. А здесь все это возможно. Потому что у нас рядышком и Клэнсон, и другой город, и озеро. А сейчас я поднялась как бы на второй этаж. Вот он вам здесь. Ступеньки, конечно, с дерева сделали. И их я вижу, что уже где-то здесь чуть-чуть отломалось. Покрасили. Ну, не знаю, какой-то интересный материал они подобрали. И решили, что серый цвет подойдет. Но электрика неплохая. Посмотрите, она здесь опять же везде разнообразная. Так, вы еще на второй этаж. Ковролина в этом доме нет. Не скажу, что вот этот материал дерева самый лучший. Ну, может быть, мне не нравится просто его текстура. Может быть, сам именно материал хороший. Вот видите, какие у нас соседи напротив. А соседи напротив, мне кажется, имеют доступ к озеру. Да, вот там дома к озеру выходят. Смотрите, большая такая широкая. Драйвай. Как вы поняли, уже гараж на три машины. И вот у нас еще есть санузел. Смотрите, как красиво смотрится, да? Санузел. Смотрите, какой крутой здесь душ. Видите, какой классный душ здесь? Здесь просто одна резетка работает вместе с вытяжкой. Опять же, в душе все хорошо. Посмотрите на вот эту чудесную сторону. Здесь, кстати, что здесь поставили вообще? Сделали варефол такой? Ничего себе! Здесь очень много навороченных вещей. Так, ребята, это шумно было. Очень много навороченных вещей. Кстати, смотрите, это как будто управляешь, как оно там говорится, на машине, на передачах, не в автоматик. Это круто! Мне понравилось. И эта комната. Так что, дорогой друг, здесь просто можно поставить бильярдный стол или шашки, что тебе нравится. Есть куда сходить. И тихонько можно сойти на нижний этаж. Кухню, она рядышком. А вот это вообще-то сделано с металлок. Вау! Чувствуете, да? Классно! Только то, что... Только то, что... Они говорят, что 4 спальни, да, здесь? Раз, два, три я видела. А вот это, они считают, 4. А почему двери нету? Почему двери нету в 4 спальню? Вот это мне было интересно. Дорогие друзья, я вам показала полностью чудесный дом. А, нет, здесь 4 спальни. Есть одна вот здесь. Все нормально. Это просто еще был бонус. Так что, дорогие друзья, раз, два, три спальни здесь, 4, там и бонус. Здесь один минус, который я увидела, это нету света. Мастер Бэджун. А так все хорошо, потому что, смотрите, есть выход и именно с этой стороны, и с этой. И, как вы поняли, что дом полностью имеет длинный дек, который отходит с одного конца дома на другой. Представляете, какие здесь чудесные, качественные материалы и также цвета. Подобрано все со вкусом. Участок здесь хороший, застройщик уже порезал для вас и деревья. И, как я говорила, строит забор, который, кстати, имеет очень, опять же, крутой дизайн. Вы понимаете, не вот так, а вот этот чудесный дизайн. Забор полностью гарантирован в этом доме. И помните меня, что забор такой стоит 20 тысяч, не меньше. А здесь какие-то цветы, чудесные кусты. Очень круто. Мне нравится. Четыре спальни, три гаража, три ванных комнаты, бонус-рум, хорошая кухня. И сколько наворотов, о которых я рассказала вам в этом видео, дорогие мои друзья. Как вам участок? Можно заехать между домами. Видите, поставить все, что нужно. Здесь чуть-чуть идет вниз, но это не страшно. Уже сделали для термитов такие корзинки, где их там будут вылавливать. И, конечно же, у нас погода хорошая. Хорошие люди, рабочие здесь. Потому что сделали все неплохо. Мне очень нравится. Так что вот, такое было сегодня видео. Спасибо, что вы побыли со мной. Всем всего хорошего. А если вы задумались о переезде, обращайтесь. Буду рада показать вам разные дома. Я здесь всегда показываю дома разным людям. Разные бюджеты. Кто-то ищет участки. Кто-то ищет мобилхомы. Кто-то ищет дешевые дома. Кто-то хочет подороже. Так что обращайтесь. Будем вместе и строить, и покупать уже построенные. Если вы хотите заказать свой дом, я также знаю застройщиков, которые вам это предоставят с моей помощью. 8-6-4-7-4-7-5-5-6-1. И спасибо большое, что вы были со мной на моем канале. И надеюсь, после этого дома вы также определитесь, что вам на самом деле нужно. Я буду рада вам помочь. И до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok